Наука, старший научный сотрудник Института философии, Академии наук и доценты, всё-всё-всё на свете. Вот, но главное, наверное, что я всё-таки с моей точки зрения хочу сказать, очень много людей при должностях и официальных званиях, и очень немного людей, которые так много сделали, как Володя, для духовной жизни целой вот этой вот нашей страны, по крайней мере, той её части, для которой важно духовное развитие, потому что Володя привёз такое большое количество удивительных совершенно мастеров в России, и буддизм, по сути дела, через тебя сюда пришёл, и как наука, наверное, я думаю, в основном мы будем говорить, если будем затрагивать буддизм, то, наверное, с точки зрения технологий, которые дают удивительные возможности для пути Творца, и удивительных совершенно мастеров современной прикладной психологии, начиная от Грофа и ещё много... А Миндала же тоже ты привозил, да? Ну да, ну просто работа такая, повезло быть привратником для этих замечательных людей, и познакомившись с ними, я просто очень хотел, чтобы россияне тоже их узнали и поближе познакомились. Поэтому я их привозил, организовывал семинары, издавал их книги, ну и так далее. Ну, работа привратника в этом стоит, собственно говоря, открывать двери. Входите, пожалуйста, это Россия. Потому что многие люди пытаются пригласить людей такого уровня, и далеко не всегда это удаётся. А тебе удалось, и это чудо. Это везение просто, везение. Нет, это не везение. Ты знаешь, везение — приз для дураков. Мне очень нравится эта фраза. Это оправдание, которое дураки используют для того, чтобы говорить о том, почему им не везёт. А, кстати, как тебе удалось, как тебе удалось привезти Намкая Норбурин Пача? Что ты делал, чтобы тебя мастера сюда привезти? Ну, ты знаешь, я просто, во-первых, попал. Я, во-первых, написал ему письмо в... Сейчас скажу. В девяносто... В девяносто... Нет, сейчас. В восемьдесят седьмом году я прочёл его книжку. Она мне попалась. Это ты про Намкая Норбурин Пача говоришь? В восемьдесят с девятом году я узнал его адрес итальянский. Написал ему письмо. Он пригласил меня в Италию. В Италию я проехать не смог тогда, но я смог попасть на его ретрит в девяносто году в Америке. И вот там уже при личной встрече. Я рассказал ему о буддизме в России, о дзокчене в России, о переводах Лонченпа. И пригласил. Я просто умолял его приехать. Ну, тогда России не было. В Советский Союз. И Римпочи внимательно слушал, а потом сказал, что следующий год, девяносто первый, я буду в личном ретрите весь год. Но в девяносто втором году первая страна, куда я поеду, в турне, будет Советский Союз. И вот весной, помню, девяносто второго года, его ближайший ученик и помощник, Фабия Андрика, позвонил мне и говорит, Владимир, если ты стоишь, то сядь, чтоб не упасть, возьми карандаш и записывай. Римпочи будет в Вильнюсе тогда-то, в Риге тогда-то, в Москве тогда-то, в Санкт-Петербурге тогда-то, в Улан-Удэ тогда-то. Точные даты. Готовьтесь. Вот так все и началось. Ну, а Грофа я прочитал в 80-м году, и, наконец, я к этому тоже имел какое-то отношение. В 89-м году, во время его третьего приезда в Советский Союз, я лично с ним познакомился, был на его семинаре по голодрубному дыханию и стал у него учиться. Ну, естественно, захотелось поделиться его книгами с россиянами, и поэтому я стал издателем, чтобы это случилось. Мин с Минделлами познакомился в 90-м году в Иссалене на семинаре, и, конечно, сразу же стал приглашать их в Советский Союз, и они приехали в 91-м году. С тех пор 10 раз уже приезжали. Так что все вот такие цепочки совпадений службы космической в совпадении работают, и все получается. Или на научном языке синхронизмы. Синхронизмы, да, конечно. Которые никогда не случайны. Вот, а, кстати, хорошая еще тема синхронизма, хотя наша основная тема сегодня это путь Творца, и не случайно, потому что у Володи выходит, я так понимаю, большой курс, который называется Путь Творца, да? Да, совершенно верно. С 6 марта по 17 апреля целых 6 недель плотно будет идти этот курс. И мы пройдем полный путь Творца и сразимся со всеми демонами и преградами, мешающими творчествами, освободимся от иллюзий, будем много тренироваться, и, я думаю, постигнем вот этот алхимический сосуд творчества, который есть в каждом из нас, а также получим такие важные интуиции в отношении искусства, импровизации, которые в каком-то смысле являются сутью творческого процесса, да, импровизация. Я думаю, это главное, что мы делаем в своих программах, тренингах, это разбудить в человеке Творца, пробудить Творца внутри людей и помочь им найти этот путь, чтобы стать Творцом. Пока народ еще собирается, хочу сказать, что я сейчас с удовольствием переслушиваю великого мастера, который ты упомянул, Лон Чен Рамджампу, вот, и в приложении нашего чудесного друга, великого Творца, Вадима Тимчук. Да, я помню свою первую встречу с текстами Лон Чен Рамджампы. Это текст, как нирвана и сансара возникают из основы бытия. И вот, когда я этот текст открыл, мне его дали на редакцию, чтобы я на хорошем русском языке там разобрался и все, так сказать, причесал. Там написано, что... Сейчас скажу точно. Чувствуемые существа, которые являются обычными людьми, видят мир, как сансару, и живут в неведении и страдании. Живые существа, знающие свою истинную природу, то есть Будды, живут в счастье, в свободе. То есть вот тогда я понял из этого текста, что коренное отличие между обычными людьми и просветленными людьми, стоит в том, знаешь ты свою истинную природу или не знаешь. И это надолго определило мои искания, что такое истинная природа, что такое вообще знать эту истинную природу. Ну, темы тоже тебе очень и очень близкие. Скажи, где мы с тобой общаемся сейчас при участии большого количества людей, в нирване или в сансаре? Ты знаешь, мы общаемся в соцсети, если говорить на техническом языке, а вот каждый находится и в нирване, и в сансаре, потому что они нераздельны, потому что реальность включает все, потому что, ну, в каком-то смысле мы обладаем все вот этой истинной природой, но не всегда мы разрешаем ей проявляться открыто, спонтанно, свободно. Мы не всегда в контакте с глубиной, в этом наша проблема. И вот опираясь на ланчинпу, я бы хотел сказать, что вот это также является корнем пути Творца в значительной степени, потому что по большому счету и искусство, и духовные традиции, и наука и повседневная жизнь, и всевозможного рода практические дисциплины, это пути к реальности. И вот истинная природа это и есть выражение реальности, истинной реальности, полной реальности, потому что без знания себя ты не можешь знать мир, ты не можешь знать ничего и никого, потому что то, что мы воспринимаем, то, с чем мы в контакте, то, что мы видим как мир, как людей, это есть мы сами, это наше восприятие людей. И поэтому, если наше восприятие ограничено, закрыто, изломано, то, естественно, это выражается и в том, что мы воспринимаем. То есть ключ ко всему это истинное знание реальности. И вот мне было бы интересно вот на пути Творца вот нашей беседе, нашей встречи, поговорить о том, ну, сперва, какой должен быть мир и как устроен должен быть человек, чтобы было возможно вот такие вещи, как искусство и творчество. То есть как в антологии мира, в котором есть творчество, как в антологии мира, в котором есть то, что мы называем искусством. Знаешь, у меня сразу две вещи в голове появилось. Первое, что у меня появилось, совсем недавно, общаясь с бывшим главным психотерапевтом Нижегородской области, который к медитации, буддизму и всему прочему относится крайне скептически, мягко скажем, он назвал единственную причину человеческих несчастья. И он назвал его совершенно точным термином невежество. И он говорит, единственная причина всех наших проблем это наше абсолютное невежество. И, соответственно, единственная возможность двигаться вперед это преодолеть это невежество, а это, как известно, учиться, учиться, еще раз учиться, как сказал Лон Чем Владимир Ильич в смысле Ленина. И как мы это невежество преодолеваем? Через открытие. И мы творим. Творим – это значит, мы проявляем в неких материальных произведениях, потому что продукты творчества материальным, мы проявляем свою внутреннюю реальность. И поэтому, для того, чтобы понять, что такое творчество, что такое искусство, нужно посмотреть на самое начало человеческого пути. Ну, я не говорю там на наши самые древние животные корни, но если посмотреть, с чего начался современный человек, а это, безусловно, Homo erectus, да, это мы встали на задние лапы, а передние лапки, да, они постепенно стали руками. То есть, суть вот нашего поднимания состоит в том, что лапы стали органами сознания, органами выражения внутреннего мира. Ведь этими руками создан весь мир, в котором мы живем. Человеческими руками. Ну, или с помощью машин, приборов, которые опять-таки созданы руками человека. Вот эта великая вещь связана с тем, что, смотри, вот освободились руки, и они стали выражениями внутреннего мира. И они способствовали созданию все больше и больше свободы и все больше и больше организованности внутренней реальности. Потому что, ну, как нам хорошо известно, живые существа это машины негаэнтропии. То есть, это борьба с хаосом Вселенной, которая закономерно движется к хаосу, к абсолютной черной дыре всего и вся, поглощает любой порядок, разрушает все связи. Но живые существа это организаторы порядка, а разумные существа, на которые мы являемся мы, это высшие из известных нам форм организации мира. То есть, и наше внутреннее пространство это высшая степень упорядочения или негаэнтропии. И мы поддерживаем этот порядок, создавая произведения, творя мир, выбрасывая беспорядок в материальную вселенную и управляя этим беспорядком и поддерживая и создавая еще более высокие уровни организации порядка. И сапиенс, да, вот 50 тысяч лет назад возник хомо сапиенс наконец-то. Чем он характеризуется? Во-первых, шаманизм, архаичные практики экстаза. Во-вторых, это древнейшие погребения, начались тоже 50 тысяч лет назад. До этого люди не хоронили своих усовших. И третья важнейшая вещь – это пещерная живопись. Что такое пещерная живопись? Первые произведения. Что такое первые статуэтки? Это первые материальные предметы – это сгущение внутренней жизни внутреннего мира. То есть через это мы стали… Благодаря этому стал возможен язык. Благодаря этому стал возможен нечто общее, консенсус. Благодаря этому стало возможным сознание, потому что появилось нечто объективное. К чему мы все можем относиться. И вот это дает первые представления важнейшей сущности искусства. Потому что язык искусства в отличие от всех других языков, в том числе от языка логики, от языка обычной речи, от языка литературного, от языка математического или языка духовных традиций, он наиболее полон, наиболее глубок, наиболее синкритичен. Можно я тебя на секундочку перебью? Давай. смотри, путь творца. Мы говорим о творце и у большинства людей возникает в голове, когда они слышат слово творец, человек творческий, то есть человек, имеющий отношение к творчеству. Что имеет отношение к творчеству? И тут же мы говорим о литературе, искусстве, кино и так далее. Два кинорежиссера встретились, это творчество, а бизнес это творчество? Да, конечно, все в жизни, все в жизни, все пути к реальности это творческие пути. Пути к реальности неисповедимы, как и пути Господни, потому что реальность это абсолют, это бесконечность, которая можно приближаться и которую можно описывать неисчислимыми количествами слов, выражений, способов и так далее. Но это путь к реальности, вот что самое важное. Это путь к основе. И мы можем идти по пути любой из мировых духовных религий, потому что там абсолют понимался прежде всего как высшая духовная инстанция, но точно так же мы можем идти к реальности через красоту на пути искусства, потому что красота это тоже проявление того же самого абсолюта, той же самой бесконечности. Гландри, не так много людей, которые нас с тобой смотрят, имеют отношение к искусству. Здесь гораздо больше людей, которые занимаются другими делами, в том числе бизнесом, работой и так далее, которые с моей точки зрения, так же как, например, и спорт, и я много встречал ситуаций, когда люди, которые никакого отношения не имеют к искусству, находили свой путь к творчеству через спорт, через бизнес, но по-настоящему творческий бизнес, и находили свой успех в жизни и реализацию через совершенно иные способы, нежели просто, нежели искусство. Вот поэтому я бы хотел сейчас немножко развернуть аспект творчества, как аспект творчества в любой сфере нашей жизни, включая секс, включая спорт, включая все аспекты нашей жизни, и благодаря тому, что мы привносим туда творчество, то есть креативность, то есть способность быть разными и меняться в зависимости от ситуации быстрее, чем мир успевает нас менять, позволяет нам быть впереди кривой. Мне очень нравится выражение «быть впереди кривой». Когда-то оно меня поразило. Кстати, наш с тобой общий друг, ну, может быть, не совсем друг, Роберт Тиллс. Я увидел, что ты с Робертом тоже знаком. Когда-то Роберт мне сказал, я желаю тебе оставаться впереди кривой. Вот, и я не переспросил его, но потом долго думал, пока до меня не дошло, что прямых путей в этом мире нет и быть не может. Но для меня это было своего рода инсайтом, находиться впереди кривой. Сейчас эта кривая очень кривой стала. Ох, какой кривой, с какой скоростью меняется кривизна этой кривой, и либо мы с тобой играем и импровизируем на острие этого луча. Кстати, мое китайское имя Игорь переводится как острие луча высвечивающего что-то, что-то, и мне очень нравится эта трактовка. Китайцы мне объяснили, и мне очень она понравилась когда-то. Или острие копья. Вот, и если мы не творческие, мы не успеем, мы никуда не успеем сейчас, мир будет опережать, и мы будем строить мечты других людей вместо того, чтобы строить собственную мечту. И только творчество, которое выводит за рамки невежества, больше ничего не может вывести за рамки невежества, потому что творчество неизбежно еще и обучение. И только в творчестве мы обучаемся, потому что только творя что-то новое постоянно, мы получаем опыт, повторяя одно и то же и заднял в день, как день сурка, нет творчества. Никакого творчества, но нет и успеха в жизни. Вот, продолжая твою мысль, я бы хотел добавить еще один аспект, который впервые ярко выразил Андрей Бергсон в своей замечательной книжке «Творческая эволюция». Начало 20 века, потом он за нее получил и Нобелевскую премию даже, но идея гениальна о том, что творчество и эволюция неразрывны. И я вот к открытиям Бергсона и масштабной панораме, которую он изложил о связи творчества и эволюции, я добавил еще одно важное измерение, что эта эволюция, это не просто какая-то слепая эволюция или дарвиновская эволюция, борьба за существование, где побеждает сильнейший, а это движение к тому, чтобы становиться все более и более и более реальными. Это эволюция или развитие сознания, то есть все больше и больше предельной абсолютной упорядочности, негантропии внутреннего мира, когда мы достигаем качества абсолютного субъекта, абсолютной всесвязанности, то есть, как мы знаем, абсолютное сознание, оно едино, одно, и в абсолютном сознании между любой его точкой, любой другой, отделенной на любом расстоянии, не существует никакой дистанции, то есть мгновенная связь, иначе это не было бы абсолютным. И вот, мне кажется, это задает такое важное направление творческой деятельности. Конечно же, вот то, что ты сказал и о слове в китайском переводе своего имени острие жизни, кривая, на которую указывал быть впереди кривой, на которую указывал Дилс, но в твоем имени еще один очень важный для русского уха смысл, это игривость, это игра, то есть, это танец жизни, это спонтанность, это непредзаданность, это вечный поток импровизации, это живой контакт, который возможен только в игре с другими людьми, с реальностью, это чуткость к обратной связи, это мгновенная реакция и посылание сигнала, это означает быть живым и жить на всю катушку. Вот мне кажется, это все важные моменты творческого процесса. Вот то, что я в последнее время с радостью и удовольствием встречаю, я встречаю все больше успешных людей из бизнеса, из разных других сфер, которые идут учиться в школы театра, в театральные студии, в студии импровизации и так далее. Это не случайно, потому что они обнаружили этот путь, и это не только путь креативить, и не только путь создавать все время что-то новое, но Юнг, по-моему, сказал, театр, так же, как и психология, это институт публичной отработки своих комплексов. Вот, и это действительно удивительный совершенно путь развития, созданный тысячелетиями, то есть сама игра и театр, как, наверное, начало, все-таки, первичная такая форма игры, да, которая пришла уже оформленной игрой, не просто детской игрой, а уже взрослой игрой, потому что тысячи лет назад был создан этот удивительный совершенный институт, который дожил до нашего времени, трансформировался в кино, и сейчас огромное количество людей, которые хотят быть успешными переговорщиками, успешными коммуникаторами, понимают, что путь лежит через игру, то есть через театральные студии, через обучение правильно и эффективно говорить, как это делают актеры. Но тут же у меня другой разворот в голове удивительный образовался, для меня когда-то было величайшим открытием. Как это актер? Вот он на сцене, вот он Петр Первый, вот он Иван Грозный, и вот он сходит со сценой, снимает костюм, но еще не снял роль, дошел до дома, приходит Шана, на стол, подавайте, плюх ему по башке прилетает, он говорит, все, 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 я уже не царь, я уже все забыл, ты понимаешь, да, и вот удивительный совершенно навык у актеров, который и есть навык перевоплощаться, а значит становиться таким, каким эффективно быть для решения любой ситуации в жизни, вот что с моей точки зрения позволяет нам актерство и режиссерство. у них напрочь этот навык у подавляющего большинства актеров отбит в жизни, за редким-редким исключением, то есть на сцене он блестящий актер, сходит со сцены, меняется контекст и все, и он теряет эту потрясающую совершенно возможность перевоплощаться, и ходит бедолага нищий совершенно, и совершенно не в состоянии реализовать себя в жизни, как на сцене, что скажешь? Ну, нужно еще одну роль, наверное, хорошую такую, актеру, вот такому актеру, который ты писал, актеры тоже разные, я знаю и других актеров, которые в жизни играют в такие весьма и весьма интересные, важные роли, но в этом случае я думаю, что вполне можно в театре там Поповича, в театре Майкова, в театре Гемчога там освоить какую-то роль вот такого паломника, движущегося к реальности, я с удовольствием одна из моих вот таких социальных ролей, это гид-трансперсонолог, поводырь по бездорожью иллюзий и фабрикам реальности, то есть есть лекарства вот от главной болезни, о которой мы с тобой говорили, от глупости, от неведения, от того, что какие же мы все дураки и разные человеческие профессии и связанные с ним дела по-разному к этому относятся, но психотерапия, ведь она тоже по сути работает с человеческой глупостью, показывая нам наши ограничения, помогая, коучинг, что делает коучинг, помогая развиваться людям, проектам, организациям, но тоже помогает выходить за рамки вот тех наложенных на себя клеток, обручей, обуз, не могу, не хочу, не умею, не понимаю, не знаю, нельзя и так далее, вот этих бесчисленных ограничивающих наворотов, а если посмотреть, что делает искусство, настоящее подлинное искусство, оно же тоже ведет нас к свободе, оно ведет нас к истинной реальности, через красоту, которая переплетена с безобразным, с ужасным, с невыразимым, гнилым, плохим, потому что без этого нет красоты, да, мы не можем сказать о чем-то как совершенном, если нету на контрасте у нас контакта с каким-то абсолютно ужасным и несовершенным, поэтому любая конечность, она уже подразумевает бесконечность, поэтому когда мы сталкиваемся со смертью, мы тогда впервые начинаем касаться бессмерти и вечности, и в этом смысле вот, мне кажется, важнейшая миссия искусства состоит в том, что это величайшая и доступная, что самое главное, каждому человеку практика преодоления конечности, искусство это преодоление смерти, великий художник это тот, кто хохочет смерти в лицо и говорит, что я больше, чем ты я больше, чем тело я творю посмотри это проявление моего бесконечного внутреннего мира который никогда не умрет даже когда рассеется прах от моего умершего тела то есть мне кажется, что вот эта миссия важнейшее искусство состоит в том, что оно помогает нам преодолевать смерть, оно помогает нам преодолевать безумие оно помогает нам преодолевать обыденность вот три важнейших врага художника но это возможно тогда, когда мы верим своего творца когда мы соприкоснулись со своим творческой вселенной когда мы узнали в детстве мы в контакте у нас нет еще этих слоев утрамбованных ограничений поэтому мы играем мы творим мы живем на всю катушку но как мы хорошо знаем потом постепенно мы попадаем вот в эту спираль в это колесо беличье колесо жизни из которого в общем-то не так-то легко обычному человеку и выпрыгнуть хотя для этого существуют практики пинка толчка Дона Хуана между лопатками до Кастанеды хотя для этого существуют и другие важнейшие формы такие как связанные с необычными состояниями сознания великолепнейшие практики древних традиций и я думаю что самое я считаю что каждый человек по самому праву рождения да великий художник великий творец великий созидатель великий открыватель и это может он может реализовывать свою творческую вселенную в любой сфере жизни вот как ты справедливо сказал нету никаких ограничений пределов и каких-то нетворческих областей жизни или профессии мы творим в общении мы творим в бизнесе мы творим в социуме мы творим в отношениях мы творим в сексе мы творим в духовных традициях потому что творчество и развитие эволюции это вещи нераздельны нельзя сделать ни одного шага творческого который не выводит нас одновременно из клеток представлений в которых мы живем не освобождает нас от какой-то глупости и очередной кафтан дурака спадает с нас и шляпа тоже и маски клоунов они уже являются дорогой по которой мы движемся дальше чуть возвращаясь назад к тому что ты говорил по сути дело про сансару и нирвану про ад и рай который конечно же всегда здесь у меня много разных тренингов в том числе тренинги которые я трансформировал из и вывез из дзенского монастыря корейского ну то есть на базе дзена построен и там есть такие процессы дзен вообще он очень регламентирован там 9 часов медитации в день в туалет не сходишь иногда и я ввел некоторые практики которые продолжаются довольно долго когда у людей нет возможности выйти в туалет и попить воды так вот когда ты долго не можешь выйти в туалет ты узнаешь что такое нирвана об этом говорил еще один удивительный совершенно мастер Мин Юрид Поче он говорит я скажу вам что такое и вы спросили что такое просветление он говорит я вам скажу вот я веду учение и мне все время подливают чайку водички я их пью пью знаю во сколько примерно будет у нас перерыв и тут уже немножко до перерыва я чувствую как много накопилось во мне водички и чайку перед перерывом кто-то поднимает руку и говорит мастер расскажите пожалуйста что такое пустота и тут я чувствую что это самый ужасающий вопрос говорит после перерыва мы непременно вернемся к этой теме объявляю говорит перерыв а мастер ведь не просто выходит он идет медленно благословляет и он говорит во мне все взрывается я иду медленно благословляю и выйдя из сала я туда уже бегу и когда я прибегаю туда ребята это просветление причем заметь это не совсем шутка это не совсем шутка это удивительное состояние блаженства и не случайно говорят что просветление это блаженство и пустота соединения блаженство и осознавание и как только включается стопроцентное осознавание неизбежно приходит блаженство на другом тренинге я ребятам какое-то время довольно долго не позволял пить и потом когда после активного движения они получают стакан воды я их спрашиваю вы узнали вкус воды они говорят это блаженство абсолютное раньше для них блаженством был дорогой коньяк шампанское хорошее вино и так далее и они узнают вкус воды и он великолепен и уникален мы не помним мы не знаем что вода сумасшедше вкусная совершенно чудесная твои истории напомнили мне известную историю Оша учитель с учеником переезжает на лодке через реку учитель как мне познать бога взмолил ученик прыгай в воду но я же не умею плавать все равно прыгай учитель схватил его за шкирку и долго держал под водой пока ученик совсем чуть было не захлебнулся наконец он вытащил его в лодку и когда ученик отдышался спросил ну чего тебе хотелось больше всего там под водой воздуха учитель воздуха вот когда твое желание познать бога будет столь же сильным как желание воздуха под водой вот тогда у тебя есть шанс то есть это говорит наверное о том что вот наши пути к просветлению наши пути к блаженству наши пути творца они все-таки основаны вот на той силе на том ресурсе который движет нами энергия энергия творца энергия героизма энергия жизни энергия витальности энергия праны энергия игры энергия да всего всего но удивление это самый прямой путь ты сейчас задал хорошую тему как стать творцом и мне кажется самый прямой ответ две тысячи с лишним лет назад дали древние греки которые сказали очень простую вещь надень маску бога он примет тебя за своего и снизойдет до беседы что такое надень маску бога поиграй в бога присвой права бога присвой себе то что ты не можешь присвоить силу того что ты считаешь маленьким глупеньким тупеньким слабеньким и так далее все наши ограничения лишь уходят исчезают как только мы начинаем играть в другую игру причем это прямой и безумно простой путь начать играть вместо того чтобы быть простите дорогие мои затрахой в этом мире занудой скажем по деликатии занудой и выход только в этом в конечном итоге ведь выход согласен в игре и как говорил удивительно совершенно Эйнштейн он говорил что главный путь и путь к свободе путь к эффективности это эффективность человека определяется прежде всего тем в какой мере и в какой степени он достиг освобождения от себя самого а вернее не от себя самого разумеется от того чем мы себя считаем и самый прямой путь поиграй в того кем ты хотел бы быть поиграй в того каким ты хотел бы быть я думаю что твой курс который я не посещал к сожалению точно так же выстроен как и мой так же как у Вадима это возможность понапримерять самые разные марки маски вот я тоже какое-то время конечно же подержу людей под водой но не в прямом смысле но я люблю такие технологии это действительно технологии МЗН местами они довольно суровы но за счет это за счет интенсивности воздействия они очень быстро дают результат вот и я обожаю на тренинге практиковать подобные вещи когда за 3-5 дней люди действительно перемещаются совершенно в иной уровень бытия за счет того что они поиграли в это и успели привыкнуть и реально получили совершенно другие возможности благодаря тому что поиграли просто поиграли да игра это ключ конечно ключ к пути творца это ключ к развитию это ключ к познанию это ключ к освобождению вот это игровое измерение мира и игра как путь жизни мне очень нравится в смысле вот творческая кредо Андрея Миронова одного из моих любимых советских артистов вот он озвучил мультфильм про черного кота и в этом мультике его герой поет надо жить умеючи там надо жить играючи просто припеваючи и дальше он танцует и поет трам-парам-парам-па-пам трам-парам-парам-па-пам всевозможного рода па-танцы танцевальные и вот здесь вот вот так и жил наверное по крайней мере на экране ну и по воспоминаниям в жизни Андрея Миронов жизнь как игра жизнь как танец и как ты помнишь это творческая кредо философа Ницше для которого философия была тоже прежде всего танцем и он ну скептически относился к классической немецкой философии а Канта даже называл кенигсбергским китайцем вот это чрезмерная и не абсолютно не оправлен не оправданная сложность его текстов мне помнится как Александр Пятигорский наш замечательный философ написал в книжке своей в автобиографической философии одного переулка об одном из своих друзей о том что Коля видел мир особенным образом если мир был простой он видел его просто если мир был сложным он видел его сложно между ним и миром не было ничего вот очень коротко в этой истории суть пути творца да то есть мы не усложняем мир мы выражаем мир на тех языках которые доступны людям и очень важно да вот ты сказал стать богом да древнегреческая формула творчества или сыграть роли вот мне кажется это тоже очень важное измерение пути творца и творческой жизни потому что вот моя жизнь это только моя жизнь даже если я открыл свою собственную истинную природу и реализовал бесконечность достиг индивидуального просветления открыл абсолют да в той или иной форме на том или ином пути это все равно мое личное просветление и на планете земля потенциально есть еще 8 миллиардов людей у каждого из которых будет своя особая история его или ее просветления и только тогда когда мы начнем делиться своими путями своими открытиями возникнет вселенная человеческая вселенная просветления и когда мы будем все делиться своими историями с инопланетянами с чужеземцами с другими планетами обитателями других миров вот тогда возникнет нечто космическое знание понятия поэтому вот в основе нашего дальнейшего развития к реальности это конечно максимально полный контакт со всеми другими людьми и как в буддизме говорят даже больше со всеми живыми существами да потому что они тоже наши братья и сестры по большому счету прожить жизнь всего то есть это то что русский философ Лев Шестов очень хорошо выразил с формулой странствия по душам да искусство для меня и есть вот эта великая практика странствия по душам мы благодаря художникам творцам путешествуем по жизням переживаем вбираем себя и да вот в своем физическом теле в своей нише в Москве я могу прожить вот эту жизнь не так-то много возможностей проявления контактов отношений каждый день но благодаря творческой вселенной благодаря миру искусства благодаря его языкам которые распахивают каждого из нас навстречу жизни всех других людей и живых существ до самой глубины потому что язык искусства это язык не только логики слов но это язык метафор это язык символов это язык архетипов это язык энергии в конечном счете это язык многомерных пространств связанных с произведениями искусства это всегда атмосфера как мы хорошо знаем это кадры это монтаж это это ритмы жизни и вот через это через все это мы постигаем реальность и я считаю что каждый человек по праву рождения великий творец для того чтобы это открыть и реализовать нам нужно поначалу вспомнить себя в детстве да наш внутренний ребенок это учитель творчества учитель пути к реальности учитель игры быть в контакте быть в контакте с этим измерением учиться у детей учиться у всех творцов которыми мы восхищаемся каждый миг перенимать подражать не бояться ошибаться танцевать и благодаря этому каждый день да мы раскрываем себя своего творца мы учимся все больше и больше быть спонтанными импровизировать не ловиться в клетки которые мы сами себе ставим потому что как нам хорошо известно самое главное препятствие самое главное рвы и могилы люди делают себе сами но и сами же они могут из этого вылезти освободиться быстрее чем с чьей бы то ни было помощью и поэтому сказка осознать что ты создаешь это все а это ты опять создатель и это опять ты творец и это осознавание высочайшей ответственности тебя и только тебя за то что с тобой происходит в этом мире знаешь я вот опять же вспоминаю Димчуга нашего друга да вот я просто поражался его способности техничес техничности его удивительной когда он впитал в себя 300 ролей 500 персонажей наверное уже он же не просто так их играл это еще возможность сожрать их питать их ресурсы и возможности в себя это вот удивительная совершенно технология вообще он удивительно техничен и я просто люблюсь давай немножко поговорим о мире Орликиниады о Вадике Димчуга я его хорошо знаю поскольку я был издателем его самой первой книги так мы и подружились сама освобождающаяся игра рукопись попала ко мне я был в восторге познакомился с автором узнал его историю оказалось что от моего ученика который был в Питре он получил опыт холотропного дыхания это помогло ему узнать себя то есть через вот практику дыхания проявилась вселенная он и без этого стал Вадимчугом безусловно но это помогло ему и по сути вот то что началось дальше на серебряном дожде это великое странствие по душам то есть вот те люди которыми он питался которыми он восхищался которые вызывали в нем ужас или отвращение которые являлись страшилищами поколений людей он проживал их жизнь он пытался понять через слияние через проживание их жизни и выражение для наших зрителей и слушателей вот что мы говорим не про Вадим и Димчуг мы говорим про технологию с помощью которой можно стать творцом про технологии которые и Вадим и мы с Володей постоянно в своих программах и тренингах постоянно культивируем и создаем новые технологии или вытаскиваем старые добрые которым тысячи лет чтобы каждый из тех кто нас мог кто нас смотрит конечно в основе всего этого странствия по душам и орликиниады и вообще всего человеческого творчества это 40 тысяч лет шаманской практики то есть это вселенная духов куда мы в экстатическом опыте выходили и в этой вселенной все имеет свою душу любая гора любое растение любое живое существо сама мать земля озеро Байкал все имеет свою душу и с этой душой можно говорить общаться будучи вот в этом расширенном шаманском состоянии сознания и вот эта практика преобразила нас за 40 тысяч лет наш мозг наши нейросети нервная система коэволюционировали для того чтобы мы все стали совершенными биологическими всеволновыми приемниками способными быть в контакте со всеми душами этой вселенной и вот я думаю что каждый человек поэтому каждый творец он использует этот древнейший общечеловеческий шаманский ресурс контакта со всеми душами мира и дети живут в этом мире потому что если мы посмотрим на мир детства до трех лет это мир мультфильмов а в мультфильмах все имеет свои души и все души как в шаманизме друг с другом говорят вот это наши ресурсы основы как это реализовано в твоей программе это важнейший путь и через это я объясняю и работу алхимического сосуда творчества работу магического театра сознания пять потоков импровизации пять энергий процесса импровизации объясняю работу театра и кино и помогаю справиться с главными препятствиями к творчеству которые есть у каждого человека так что без странствий и подушек без того чтобы опираться и реализовывать свой древнейший архетип шамана шаманки мы никогда не станем творцами но здесь есть одно важнейшее препятствие связанное с тем что последующие культуры и культурно-цивилизационные проекты связанные с мировыми религиями зачастую имеют табу на шаманский или языческий опыт контакта с высшими существами и это запрет на языческую практику мешает нам самим стать богами в этой жизни да это внедрено в нас и поэтому без глубокого понимания своей собственной истории истории человеческого сознания за последние 50 тысяч лет без этого генезиса понимания того как родилось наше сегодняшнее привычное ограниченное глупое я мы не будем способны выйти за пределы тех ограничений мы не будем знать реальную ситуацию мы не будем знать болезнь и понимать соответственно пути исцеления от нее это очень хорошо что ты затронул тему препятствий ты знаешь я смотрю я веду коучинг веду персональный коучинг и тренинги и я периодически сталкиваюсь с тем раньше сталкивался с тем что я даю человеку коучинговые развивающие техники он их делает и не движется сделал через некоторое время обнаруживаю никакого движения нет никакого движения нет и уже давным-давно я понял что это движение невозможно пока не разобраться с теми препятствиями которые из подсознания из детско-родительских отношений из тенденции социума выращивать рабов просто-напросто создали такое количество ограничений через школу через социум через родителей внутри нас когда мы переняли это все с молоком матери и пока мы не преодолеем эти ограничения движения вперед нет поэтому к сожалению очень часто коучинг вот с моей точки зрения коучинг это 30-50% психотерапии терапии старых травм по-другому движения вперед нет их нужно выявлять находить и с ними разбираться но этого есть и другая сторона мы называем это терапией значит мы что-то лечим с моей точки зрения это не лечение и как я уже говорил престарелый пенсионер психолог классик психиатр говорит нет никаких болезней болезней нет нет никакой шизофрении нет никаких неврозов нет никаких психозов и есть всего лишь невежество людей и наша задача их просто научить не вылечить вылечить никого невозможно да и нет чего лечить научить научить преодолевать вот эти препятствия которые нам же нужно и выявлять и помогать им выявлять эти препятствия и с ними разбираться 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 и разбираться и в конце концов понять одну очень важную вещь как мне кажется помнишь мы с тобой говорили про рай нирвану сансару и здесь я вспомнил тоже про истворчество знаешь стоят рядом два великих актера Олег Павлович Табаков и рядом с ним стоит очень большой и крупный актер который жив я его называть не буду это театральный капучник они стоят за кулисами Олег Павлович на нем костюм Ивана Грозного представляешь Олег Павлович Иван Грозный на нем 40-50 килограмм это костюм очень тяжелый и вот он стоит в этом костюме Олег Павлович был удивительный бизнесмен он стоит подписывает документы которые ему привезла секретарь прямо в театре перед выходом на сцену он подписывает документы рядом стоит другой очень мощный актер и пыхтит пыхтит прокачивает себя через тело готовится к выходу он говорит Олег Павлович ну как ты так можешь я себя по полчаса качаю перед тем как на сцену выйти это величайший артист а ты вот здесь бумаги подписал шаг сделал блин Иван Грозный шаг назад опять бумаги подписал шаг туда шаг сюда Олег Павлович посмотрел на этого великого актера и говорит о называет его по имени и говорит тебе нужно понять одну очень простую вещь они тебя уже любят они тебя уже любят смотри какой простой путь к просветлению понять что этот мир тебя любит это единственная возможность сейчас все говорят ой мой психолог сказал полюби себя тьфу как как ведь единственный путь это полюбить сам мир и понять что этот мир тебя любит иначе на кого какого черта он тебя сюда пустил внутрь себя веришь в Бога так осознай простейшую вещь Бог ничего кроме совершенства создать не может он же дурак что ли ведь простейшая вещь тебя уже здесь все любит все иначе тебя бы здесь просто никогда не было удивительный совершенно путь но к сожалению действительно так много препятствий к тому чтобы мы осознавали свое совершенство что у нас с тобой работы увы или к счастью хватит еще на несколько жизней скорее всего да не даром вот тема любви и тема творчества вот сейчас вот в твоей истории так оказалось удивительным образом связана потому что конечно же любовь это наверное наиболее полный объемный и ну вот такой наполняющий нас и влекущий нас образ который присутствует в искусстве в мировых религиях везде это центральная главная тема любовь высших существ любовь людей друг к другу любовь к меньшим братьям любовь к детям и вот два измерения любви о которых мы говорим то есть любовь к себе и любовь к другим и встречная любовь других к тебе почему это так важно мне кажется вот древние буддисты впервые так внятно раскрыли тайну любви потому что именно они указали вот в учении о четырех безмерных или четырех неизмеримых великих катализаторах бытия что как вот мы уже говорили главная характеристика нашего индивидуального состояния это глупость ограниченность и она порождает привязанность страдания и создает вообще все остальные проблемы с которыми боролся Будда например и что он нашел он нашел шуньяту бесконечная потенциальность контакт с которой устраняет вот это дурное ограниченное субъективное я и это путь к свободе но что предложили буддисты если ты любишь себя относишься к себе хорошо сострадательно даешь пространство то тогда все твои ограничения они начинают трансформироваться в различающую мудрость так говорится в буддизме то есть ты вдруг начинаешь там где были границы запертое пространство видеть бесконечное количество деталей различать видеть красоту красоту в жизни это путь к реальности главная характеристика мира мы мира отношений между людьми это конечно гнев ненависть отвращение да вот мы отталкиваем друг друга захлапываем двери и это и есть главная преграда эволюции или развития потому что другие люди для нас это важнейшее направление дальнейшего развития помимо персонального измерения если в персональном измерении главное препятствие непринимание себя через любовь сострадание мы его устраняем то в межперсональном отталкивании других людей это остановка эволюции но если мы как говорят древние буддисты начинаем относиться ко всем людям дружественно на базовом уровне друзья мы друзья то тогда гнев ненависть отвращение начинает трансформироваться в зерцало подобную мудрость то есть тогда отношения люди ситуации представляют нам реальность как в зеркале мы видим чистые отражения всех ситуаций вот наверное почему так важно да совет табакова да по крайней мере представь что ты любим миром ты любим вселенной ты нужен людям ты не случайно здесь все поддерживает тебя ты творец ты должен творить и сделать из жизни каждый день произведение искусства и вот в этой связи вот у меня тоже есть такая безумная фантазия представь себе вот сейчас ну допустим мы знаем несколько десятков тысяч великих художников на планете земля ну и в истории еще там ну может быть еще сто тысяч вот самых самых-самых топовых великих людей произведениями которых исполняется печатается заполнены музеи такие широко известных ну из них самых-самых известных может быть несколько сотен да но представь себе можно я тебя перейду у нас скорее всего нас выкинут из эфира очень скоро здесь один час эфира да один час я бы хотел я бы хотел чтобы ты сказал твой ближайший курс у нас минута вот что за курс когда что скажи в двух-трех словах пожалуйста извини что перебиваю мы с тобой целый час говорим о главных темах этого курса потому что это тема жизни каждого человека как наконец-то найти открыть и проявить свое творческое я которое есть у всех как сделать из жизни непрестанный творческий акт и что будет тогда какой прекрасный мир возникнет в результате того что все больше и больше количество людей наконец-то станут полноценными творцами так что в добрый путь с Игорем со мной и со всеми другими людьми которые фонариками подсвечивают этот путь путь творцов нам повезло мы немножко соприкоснулись открыли реализовываем и делимся этим с вами спасибо вам за участие в нашем эфире спасибо дорогой друг за организацию и за соведение этого эфира за твой опыт за твой юмор и мудрость спасибо тебе Володь очень рад был тебя видеть так же как и всех-всех-всех кто сюда пришел и это чудесно это чудесно пока не выкидывают выкинут так и ладно знаешь что я вспомнил я вспомнил одну потрясающую подсказку старая-старая истина если ты видишь рай и ад по отдельности то ты будешь вечно страдать до тех пор пока ты не увидишь что это одно и проявлено прямо здесь и сейчас и не научишься замещать это и играть между тем и другим и вместе с тем одновременно и с тем и с другим ты не сможешь вырасти и преодолеть свои ограничения и это первое что нужно сделать для того чтобы сделать рывок в этой жизни конечно поэтому настоящий путь творца это не служение какому-то изму это не демонстрация превосходства какого-то направления там или движения течения это всегда проявление реальности вот это источник творчества реальность бесконечность и мы ее выражаем и проявляем в игре ты знаешь я подумал еще вот о чем я подумал о том что это прорыв в реальность но потом понял как глупо это звучит потому что единственное откуда мы не можем вырваться и куда не можем прорваться это и есть наша реальность чудесной нам всем реальности обнимаю тебя и всех кто здесь обнимаю всех спасибо дорогой друг всем хорошего вечера спасибо 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 спасибо